Уважаемые братья, с тех времен, когда Всевышний Аллах посылал посланников, первого посланника Нуха и до последнего посланника Мухаммада, неверующие люди хотели всегда наговорить на них. И также мунафики, лицемеры хотели всегда наговорить о посланниках, то, к чему они не причастны. На сегодняшний день также остались некие хвосты этих лицемеров, которые говорят о сподвижниках плохо. Некоторые выводят из религии сподвижников и обзывают их плохими словами. Но, однако, Аллах, Он единственный, кто защищает их от этого. Говорили про Нуха и про всех посланников. Когда Аллах посылал посланника, говорили, говорили, что такой-то, такой-то, он не пророк, а он колдун, такими вещами обзывали посланников. Также говорили про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Сегодня хотелось бы вспомнить одну историю, которая произошла с нашим любимым посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Зато та история, о которой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, переживал. Ему было тяжко за это, нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям, где было некоторые люди, мунафики, и те, кто с ними, где задели честь, достоинство семьи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. И после этого история, Аллах, субхану алейхи ва салям, не спасла аяты, сураты нур. Это история, хадисы тул-ивк. Это та история, где люди обманули, придумали о супруге, чистой супруге пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, уммульмуменин, айша рада Аллаху альха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, отец Айша рада Аллаху альха, Абу Бакр Саддык, самый приближенный из людей, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Абу Бакр, саллаллаху альха, вспоминая эту историю, говорил, Клянусь Аллахом, у нас не было такого испытания, такой беды, ни до ислама, ни во время ислама, как эта беда. Также Абу Бакар в других своих словах сказал Он сказал, клянусь Аллахом, у нас не было нас, а нас плохо так не говорили еще тогда, когда мы были не мусульманами и поклонялись идолами. А как же может произойти с нами, когда мы в исламе? Пророк Мухаммад, когда спрашивали, кого больше всех из людей ты любишь, я, Расуль Аллах, на что пророк Мухаммад не стесняясь, говорил всем людям, больше всех я люблю Аиша рада Аллаху анга. Аиша рада Аллаху анга. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхисалям, сказал К нему пришел Джибриэль, к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи والсалям, еще до того, как он женился на Аище, на дочери Абу Бакар, саддика, ему было показано, что она будет его супругой, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхисалям, на ней женится. Аиша рада Аллаху анга. это та женщина, которая много донесла до нас хадисов от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самая приближенная из жен после хадиша рада Аллаху Аня к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И посмотрите, как лицемеры, как мунафики хотели опозорить честь, достоинство, как они хотели добиться этого. Но, альхамду лилля, ямкурун ва ямкурулла, ва Аллаху хайруль макирин. Они хотели схитрить, но, однако, как Аллах, субхануа та Аля, обхитрил их. Приводит имам Бухари в хадисе, в сахихе, от Аиши, от Аиши, рода Аллаху Аня. Аиши, рода Аллаху Аня, рассказывает то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ида арадит сафар, акраб, акрабайна нисай. Если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хотел выйти в какое-то путешествие, то тогда он кидал жребий, кого и жен с собой возьмет. То есть раньше путь путешествия не такой, как сейчас на самолете, там, 6-7 тысяч километров за 5-6-7 часов, ты уже там раньше на месяц, на два месяца выходили, брали с собой жен. Не только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, Умар, Утман, Али, все сахабы брали с собой жен. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда кинул жребий на битву Бану Мусталяк, даже брали на битву с собой Бану Мусталяк, выпало жреби Аиши, рода Аллаху Аня. И она пошла с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и тогда женщин сажали на верблюд, а сверху верблюда ставили такую, как хижину, такие четыре палки, сверху накрывали это некой знавеской, и туда сажали женщин. Для чего? Потому что долго были в пути, чтобы женщин смогли снять свой хиджаб, и никто их там не видел, им было бы комфортно. И когда они остановились уже, когда возвращались в Медину, они остановились в одной из местностей, и тогда женщины слезли, и начали в одном месте сели, и начали общаться между собой. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мы сейчас возвращаемся в Медину и пойдем. Аиши, рода Аллаху Аня, с женщиной вместе пошли для того, чтобы справить нужду в одно из мест. И тогда, когда они возвращались, Аиша, рода Аллаху Аня, заметила, что она потеряла ожерелье, которое было ее подарком от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и это ожерелье было для уммы саляма, супруги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уммы саляма. И тогда она вернулась, подумала, что забыла его там, в той местности. Когда она вернулась, искала, уже видя, что войско ушло в сторону Медина, и она опоздала. Тогда из акла, из разума человека, что он не будет догонять, искать, потеряется в пустыне, она осталась там и сказала, наверное, меня найдут, вернутся за мной. И устала и заснула. Аиша, рода Аллаху Аня, открылся ее хиджаб во время сна. Тогда один из тех, который был в конце войска, Сафуан, этот сахаба, Аль-Джалиль, он остался в конце войска, всегда шел. И мусульмане всегда из этого брали из него некую пользу. Потому что, когда он в конце войска шел, если кто-то что-то по дороге потерял, он это поднимал, приносил мусульманам. Однако у него был тяжелый сон, глубокий сон. Он жаловался всегда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, и заснул Сафуан. Когда заснул Сафуан, потом проснулся, его полное имя Сафуан, Сафуан бин Муатталь, Аз-Дзиквани. Он увидел, начал смотреть, никто ли не остался. А верблюдица, Айша, с той вот этой хижины, они ушли, и никто не заметил, что когда вели это верблюдо, что Айша там не находится внутри. Когда пришел Сафуан, увидел, как Айша, передаёт, Фараа Савади, увидел мою черную накидку, то есть ее хиджаб, и увидел лицо, Айша, но он ее увидел до того еще, когда Аллах, приказал одевать хиджаб, и сказал следующие слова, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся. Нету мощи и силы ни у кого, кроме как у Всевышнего Аллаха, он узнал, что это Айша, ничего начал, не начал ее спрашивать, почему ты тут осталась, как так, потому что он хотел, дорожил честью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, зная, что это супруга пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, привел к ней верблюдицу, задом, стоял перед ней, она села, даже не сказал ей, садись, не начал с ней разговаривать, она села, и так он привел ее по дороге, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, возвращался со своим войском в Медину, они разбили палатку, уже был вечер, они там прочитали Магреб и Айша, там они поужинали, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, даже не понял, что Айша нету, и когда Сафуан бин Муатталь привел ее по дороге, увидели те, которые любят обсуждать верующих, мунафикун, раасль мунафикин, Абдуллах бин Убейс бин Салюль, раасль мунафикин, этот человек, мунафик, и начал обсуждать, сейчас он видит шанс обсудить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, у него появился новый шанс, чтобы наговорить на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, что Сафуан вел ее, его супругу, и тогда он произнес следующие слова, «Валлахи ма салимат минху ва ма салима минха, клянусь Аллахом, она не спаслась от него, и он не спасся от нее». То есть обвинил их, астах фуаллаху алейхи салям, то, что они совершили зина, то, что они совершили прелюбодействие. А как же можно говорить этот мунафик, Абдуллах бин Салюль, Абдуллах бин Умей бин Салюль, он говорил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, по отношению мухаджиров. Следующие слова, «Сам мин кальбэк, сам мин кальбэка я кулук, ваджавуи а кальбэка я тбак». Эти слова, плохие слова, которые он говорил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, и говорил, «О, посланник Аллаха, если ты будешь кормить их, мухаджиров, за тобой». Какие омерзительные слова в адрес мухаджиров, в адрес посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. И здесь Аиша, рада Аллаху алейхи салям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, не заходил, ничего не спрашивал, потому что знает, что женщины, они у себя в палатках, на своем месте, где они находятся. Аиша зашла, спокойно села с остальными женщинами. И здесь началась эта история обсуждения, обсуждения чести посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Аллах, субхану алейхи салям, говорит, «Интам сэскум хасанатун тасу'хум, ва инту сыбкум сайиэтун яфраху биха». Это «Манхач мунафикин». «Манхач» – именно программа, цель мунафиков. Если вам настигнет какая-то хорошая весть о вас, это их опечаливает, что с вами все хорошо. А если что-то плохо, то они тем самым радуются. И также они говорили, мунафики, про тех, которые были люди, которые приносили пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, садакат, чтобы раздать. Кто-то приносил много, они говорили, что они хвастаются своими деньгами. А у кого ничего не было, кроме как чуть-чуть, они говорили, то есть Аллах не нуждается в этом. Тогда Аллах, субхану алейхи салям, не спасал аяты. Не спасал про них аяты. Те, которые издеваются над верующими мусульманами, которые приносят садакат, и тех, у которых нет, что принести, и они издеваются над ними. Аллах издевается над ними. Аллах отвернулся, не нуждается в них. Теперь, когда они вернулись в Медину, Айша, рада Аллаху альхи, ничего не почувствовала, и она заболела. После дороги, после такой длительной дороги, она заболела, и попросила у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, чтобы эту болезнь перенести в доме родителей у Абу Бакара, рада Аллаху альхи салям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, разрешил ей. И люди в Медине начали обсуждать эту историю, которая вышла из уст этого мунафика, этого лицемера. И начали плохо говорить о супруге, о чистой супруге Айша, рада Аллаху альхи салям. Это было тяжко, это было тяжело для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Аллаху субхану альхи салям, это приносило азе, тяжесть посланнику Аллаху. И те, которые приносят вред посланнику Аллаха, их ждет болезненное наказание. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, с ней не разговаривал на эту тему и не спрашивал ее об этой теме ничего. Просто он ее навещал и спрашивал, как у тебя дела? Однако, когда кто-то из жены у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, если она заболела, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, с ней сидел, гладил ее по голове, то есть хорошо к ней обращался, а здесь он просто приходил, кейфики, как у тебя, все ли в порядке? И уходил. Когда Аллах, субхану Таля, дал исцеление, когда Айша, рада Аллаху алейхи, выздоровела, тогда она вышла для того, чтобы искупаться и вернуться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи салям, и с ней пошла Умма Мистах, ибн Усайта. Умма Мистах, это тетя Абу Бакра, рада Аллаху алейхи, и когда она пошла и спотыкнула за свою одежду Умма Мистах, сказала, плохо сказала о своем сыне, какой плохой Мистах, то есть проклинала своего сына. Тогда Айша с удивлением сказала, как ты можешь плохо говорить о человеке, который был при битве на Бадре про своего сына? На что она повернулась к ней, она не знала, Айша, что ее обсуждают, повернулась и сказала, неужто ты не слышал, что мой сын Мистах о тебе говорит? Она сказала, в Аллахе, она говорит, клянусь Аллахом, я ничего не знала, ничего не слышала. На то время Айша Сахира, маленькая, 15 лет ей, и она сказала, он о тебе так-то, 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 так-то говорит, что ты совершила прелюбодействие. Тогда Айша, рада Аллаху алейхи, сказала, и люди тоже так говорят, говорит, да, и пророк Мухаммад, саллаху алейхи, ты слышал? Она сказала, да, и она еще больше заболела и попросила разрешения у пророка Мухаммада, саллаху алейхи, опять вернуться в дом своего отца, Абу Бакра, и к своей маме, умрумань. И тогда, когда она сказала своей маме, почему ты мне не рассказала, что люди так говорят, я даже не знала об этом, она что сказала? Я Бунайя, о, доченька, доченька, не обращай внимания. То есть всегда, когда, если прекрасная девочка, и у нее есть муж, который ее любит, всегда люди завидуют и обсуждают. Потом она пришла к отцу своему Абу Бакру и сказала, почему ты мне не сказала, о, папа? И она начала плакать днем и ночью от этого, ей было тяжко. И тогда, как она говорит, тогда она не кушала, не пила ничего, только плакала и сказала, подумали мои родители, Абу Бакр и моя мама, то, что я разорвусь от этого плача, разорвется моя печень. И представляете, все это время Джибрил, алейсалям, приходил к пророку Мухаммаду, с разными откровениями, вахьи, но, однако, ни одного аята по этому поводу не было спослано. Стало тяжело, тяжко пророку Мухаммаду, салаллаху, он идет по дорогам в Медине, на базар, все это обсуждают люди. Мунафикун, мунафикый, лицемер обсуждает честь супругу посланника Аллаха, салаллаху, 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 тогда пророк Мухаммад, салаллаху, 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 позвал Алия, ибн Аби Талиба, и Усама, ибн Зайд. Они оба воспитались в доме пророка Мухаммада, салаллаху, 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 его двоюродный брат и муж его дочери Фатами. И сказал, спросил Усама бин Зайд, что ты можешь сказать о Аише, о моей супруге? Усама говорит, я говорю, ничего, кроме как благого, не могу сказать. Она такая богобоязненная, она молится по ночам, учит Коран, что я могу еще о ней сказать? Потом начал, пророк Мухаммад, салаллаху, салаллаху, сказал, что ты можешь сказать об Аише? На что Алира, рода Аллаху, сказал, ничего, кроме блага, и добавил, помимо нее, еще есть у тебя другие жены. То есть не переживай за это, посланник Аллаха, так сильно к сердцу не бери. И иди к ее помощнице, к ее прислуге Барира. Когда пророк Мухаммад, салаллаху, салаллаху, пришел к ней Барира и сказал ей, я Барира, что ты плохо можешь сказать про Аишу? Может быть, когда ты же всегда с ней была, куда она ходила, где выходила, что ты о ней можешь сказать? Барира тоже говорит, я ничего, кроме благого о ней не знаю, есть одно но. Она сказала, то, что когда я ставлю тесто для того, чтобы Аиша, рода Аллаху, за ним следила, Аиша засыпает, и это тесто кушают барашки и козы. Тогда пророк Мухаммад, салаллаху, подумал, что она с ним шутит и сказала, саддики, расуле Аллаху, то есть с гневом сказал, говори правду посланнику Аллаха, на что он сказал, о, посланник Аллаха, только это и все, больше ничего в ней, такого плохого нету, только это единственное. Тогда пророк Мухаммад, салаллаху, забрался на мембар, посланник Аллаха, салаллаху, забрался на кафедру, а когда он забирался на мембар, когда призывал газоватом, когда призывал к походам, когда какой-то серьезной, серьезной вещей, только тогда он собирался, поднимался на мембар и начал говорить. И тогда обратился к людям, сказал, я юханнас, мэн ни азурини фи раджулин, васалани азаху хатта фи ахли бейти. О, люди, кто меня освободит от этого человека? Имеется в виду Абдуллах бин Умэй бин Салюль. Кто меня освободит от него? Его зло даже ко мне в семью проникло. Он между мной и супругой вмешался даже. Кто меня освободит от него? И встал Баталь. Саад бин Муаз. Тот человек, когда он умер, Саад бин Муаз, принял ислам, когда ему было 26 лет, умер в 33 года. Когда он умер, пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, сказал, трон Аллаха затрёстся по его смерти. Он встал и сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, я тебя освобожу от него. Все люсахабы хотели помочь посланнику Аллаха, он сказал, я освобожу. Саад бин Муаз, он был правителем, знаете, что ансары, жители Медины делились на два клана, Аус и Аль-Хазрач. Он был правителем клана Аус. Он был правителем клана Аус. А до ислама между ними была вражда, между двумя этими кланами. И тогда он сказал следующее. Он говорит, я правитель Ауса, если он из моего клана, но он знает, что он не из его клана, он из Хазрача был, этот мунафиг. Если он из моего клана, я сейчас с ним расправлюсь, сейчас его уничтожу. Говорит, но если он из наших братьев-хазрачев, то тогда прикажи мне, то есть я не хочу вмешиваться опять между ними, между двумя кланами, делать фитнес-муту, прикажи мне, и я сам с ними расправлюсь. Он этого заслуживает. И тогда встал великий имам, имам Азим, Саад бин Убада. Саад бин Убада был правителем Хазрача. Он был благим, он был праведным, но однако зашло к нему вот этот национализм в тот момент. Он сказал, клянусь Аллахом, ты ничто с ним не сделаешь. То есть как ты сделаешь? Он из моего клана. И началась фитнес. Тогда встал Усейд бин Худайр и сказал, нет, мы с ним расправимся. Ты мунафик, говорит Саад бин Убади. Ты мунафик и защищаешь мунафиков. Ты лицемер их защищаешь. И начался спор в мечети пророка Мухаммада салаллаху алейкум салам. Посланник Аллаха салаллаху алейкум начал их успокаивать, успокаивать. Потом они успокоились. И после этого пошел к аящу рада Аллаху алькум в дом Абу Бакра. Целый месяц пророку Мухаммаду салаллаху алейкум в таком положении и ни одного вахья, ни одного откровения не было от Аллаха по этому поводу. Много аятов не спосылались. И когда пророк Мухаммад салаллаху алейкум салам пошел к Аящу рада Аллаху алькум зашел к ней в дом. Долгое время ее не навещал, свою супругу. Однако он очень сильно ее любил. Когда у него спрашивали, кого больше всех ты любишь? Он Аяща. Он с ней шутил, она была младше его. Когда в мечети играли эфиопки, он сажал ее на свою спину и внес, чтобы она там посмотрела и порадовалась. Он зашел к ней, видит, что она лежит на кровати на своей постели, не может двинуться. Тяжело ей. Пророк Мухаммад салаллаху алейкум увидел ее, что она не двигается. Посланник Аллаха салаллаху алейкум всегда о ней хорошо отзывался об ее отце Абу Бакаре рада Аллаху алькум. И тогда Аяща говорит, в доме была я, мой папа Абу Бакар и умруман, моя мама. Пророк Мухаммад салаллаху алейкум сказал следующие слова. Тяжело из сердца вышли его следующая речь. Если ты совершил этот грех, то попроси у Аллаха прощения, вернись к Аллаху. Поистине, если раб Аллаха совершил какой-то грех и просит у Аллаха прощения, Аллах прощает его. Но если ты непричастна, то Аллах, субханава Таля, очистит тебя и сделает непричастный. И замолчал. Аяща, рада Аллаху алейкум, сказала, Клянусь Аллахом, от этих слов мои слезы засохли. Я не почувствовал ни одной слезинки. То есть с удивлением. О, посланник Аллаха, ты даже сомневаешься во мне, что я могла, ты мне даешь выбор. То есть если ты совершил этот грех, то попроси прощения. Ты сомневаешься, ты слушаешь их, что они говорят обо мне. Аяща не ожидала этого от посланника Аллаха, салаллаху алейкум, и сказала, повернулась к сторону Абу Бакра, Абу Бакр заплакал, сильно плакал. Посмотрел в глаза пророка Мухаммада, салаллаху алейкум. Это тот, который был в пещере с пророком Мухаммадом, салаллаху алейкум, в тяжелые времена с ним вместе был, который отдал свое богатство на пути Всевышнего Аллаха, субханава ва-та'аля. И тогда она сказала своему отцу Абу Бакру, Я Аби, Аджиб Анни, О, Аллах, О, Папочка, ответь за меня. На что он ответил, Я не знаю, что ответит посланник Аллаха. Тогда сказала своей маме, Я Аджиб Анни, О, мамочка, ответь за меня. 15 лет девочка, она не причастна ни к чему. И Аллах знает об этом. Тогда она ответила то же самое, Я Абу Найет, и, о, доченька, Я не знаю, что ответит посланник Аллаха. И на что она замолчала. И то, что она была маленькая, хотела сказать, Клянусь Аллахом, я знаю то, что вы слушали, то, что говорят люди, и это проникло в ваши сердца. Вы им поверили. Если я вам скажу, что я не причастна к этому, Аллах знает, что я не причастна. Вы мне не поверите. Если я скажу, что я совершил этот грех, Аллах знает, что я не совершал, вы мне поверите. Абу Юсуф. И тогда она сказала, клянусь Аллахом, я не знаю, что вам какой привести пример, только скажу то, что сказал Абу Юсуф. Забыла имя. Якуб, сказала Абу Юсуф, отец Юсуфа. Терпение это красиво. Я буду терпеть. И Аллах, Субхану Ва Таиле, сам рассудит. Он лучше тот, кто рассуждает эти дела. Потом закрыла свое лицо платком и разрыдалась. Потом Айша, рада Аллаху Айна, продолжает и говорит, клянусь Аллахом, никто не встал, никто не покинул дом, как с пророком Мухаммадом, началось то, что с ним начинается во время, когда приходит к нему Джабриил, алейсалям. Тяжелое. Аллах в Коране говорит, мы не спошлем тебя тяжелое слово, вахи, ташрии. И тогда посланник Аллаха, саллаху алейсалям, начал дрожать. То, что с ним происходило во время вахи, пошел из него сильный пот. Айша, рада Аллаху Айна, поняла то, что пришел Джабриил, алейсалям. И потом пророк, саллаху алейсалям, повернулся к ней и сказал, обширия Айша, фа кад барра акиллах. Радуйся, Айша, Аллах тебя очистил, отдалил от этого, ты не причастна к этому. И тогда она сказала своему, кум вашкур Расуля Аллах, я умми куми, вашкури Расуля Аллах, о отец, о мама, поблагодарите, посланник Аллаха, встаньте. И потом она сказала, ла бель ашкуру Аллах. Нет, я буду благодарить Аллаха, субханаму а та'аля. И тогда Аллах, субханаму алейсалям, не спослал аяты в сурат-ин-нур. Айша, рада Аллаху Айны, удивилась и сказала, Аллах, не спослал обо мне аяты? Я думал, а посланник Аллаха предполагал то, что ты увидишь сон обо мне. То, что тебе Джибраил, А.С.А. скажет что-то обо мне, что я не причастен к этому. Ты увидел аяты, и тебе не спосланы аяты от Аллаха. И Аллах не спослал аяты. Поистине, те, кто солгали, придумали это. Они люди среди вас. Это от трех до девяти человек. Не думайте, что это плохо для вас, это лучше для вас. Почему? Потому что Аллах, Субханава Талли, разделил верующих от лицемеров. Каждый заслужит то, что заслужил, получит за свой грех. А тот, кто это все придумал, имеется в виду, Его ждет болезненность, сильнейшее наказание. Потом Аллах, Субханава Талли, не спослал аяты для того, чтобы дать адап, дать ахляк, дать гылк, проучить, дать некий нравственный урок мусульманам. Тогда Аллах не спослал. Если вы подобное услышите, говорите, что не стоит нам, верующим, обсуждать такие дела, лезть в эти дела, обсуждать, аишу рада Аллаха Анха, и также обсуждать вообще людей, мусульман. Аллах, Субханава Талли, запрещает вам возвращаться к этому, если вы верующий. Здесь Аллах, Субханава Талли, сказал, тот, кто обсуждает маму нашу, аиша рада Аллаха Анха, он не из верующих. Если вы верующие, то не обсуждайте ее, сказал Всевышний Аллах, Субханава Талли. После этого пророк Мухаммад, Субханава Талли, собрал всех этих людей, сделал им хад, их побили плетью за это, за то, что они наговорили на Аиша рада Аллаху Анха, то, что они придумали такое. Здесь же Аллах, Субханава Талли, спасал аяты, как их наказать. И самое интересное, один вот этот Мистах, он был родственником Аиши рада Аллаху Анха, он был племянником Абу-Бакара рада Аллаху Анха. Однако у него не было отца, Абу-Бакар полностью его содержал. После этого он перестал его содержать, но потом, когда не спасал Аллах, Субханава Талли, аяты, что мы должны прощать друг друга, он простил и опять начал тратить на него, содержать даже того, кто плохо говорил о его дочери. И в конце этого хотелось сказать, когда это все произошло, Абу-Аюб Аль-Ансари, самый из пожилых сподвижников, когда начали говорить в Медине про это, про Аиша рада Аллаху Анха, супруга Абу-Аюб Аль-Ансари сказала, слышала, что говорят про Аиша. А на что он ответил, красиво ответил, мудро ответил и сказал своей супруге, если бы ты бы, о тебе бы так говорили, как говорят Абу-Аяще, неужели ты бы смогла совершить такое преступление, такой поступок? Он сказал, нет, в Аллахе, я бы не смогла этого сделать, а я бы смог бы сделать то, что говорят о Сафуане, то, что он сделал Зина. Нет, конечно. Он говорит, поэтому Аиша лучше, чем ты, Сафуан лучше, чем я. Аقول, ма тасмя'ун, астагфираллаху лих, валакум валисайрил муминейм и кули дзамбьх, фастагфируху, иннаху валгафур ррахим, альжаваду лкариму, ассами'у дуа.